Парсон Рассел Терьер, описание породы собак. Парсон Рассел Терьер, распространенная порода собаки. Еще с давних времен люди активно занимались разведением данных псов, потому как животное являлось отличным охотником и защищало фермы. Хозяев от проникновения крыс, лис и других вредителей. Хотя на сегодняшний день такой потребности нет, но порода не стала менее популярной. История происхождения. Название породы собаки было дано в честь пастора Джона Рассела. Всю свою жизнь он отдал духовной религии, но, как и все мужчины, любил охотиться, а для этого ему необходима была умная, быстрая собака, которая бы обладала высоким интеллектом и во время охоты на животного не портила ее шерсть. Парсон Рассел Терьер, будучи еще студентом, Джон отправился к местному фермеру выбрать щенка. Критерий отбора – длинноногий, обладающий высоким интеллектом и с пониманием основных команд. Совсем скоро Джон вывел несколько щенков, породу которых назвал в свою честь. Многие охотники сразу же заинтересовались этими псами, а кинологи начали усовершенствование породы. Вязка Терьера с селихиум Терьером наделила животное понятливостью и способность хорошо выполнять команды. Интересный факт. С 2001 года было выведено две породы, Джек Рассел Терьер с короткими ногами и Парсон Рассел Терьер с длинными ногами. При этом пород Джек Парсон Терьер и Парсон Ларсон Терьер не существует, такие наименования используют люди по незнанию. Также неверным является название собака Джек Парсонс. Описание породы. Описание Парсон Рассел Терьер стоит начинать с того, что это милое, подвижное и ни от кого независимое животное. Оно имеет небольшие размеры, с квадратной формой тела. Для тех, кто еще не имел дела с животным, поначалу воспитание может показаться довольно-таки сложным. Парсон Рассел Терьер не переносит одиночество и если его оставить на несколько часов одного в квартире, он устроит там настоящий погром. Животное имеет требовательный и бесстрашный характер, если в доме есть другие животные, то собака с ним вряд ли уживется. Что касается детей, то животное к ним относится со всей душой и никогда не причинит вреда. Смотря на тело животного первое, что бросается в глаза его пропорциональность во всех частях тела, что значительно выделяет его на фоне других собак. Среди основных особенностей породы стоит выделить. Красивые белые зубы, длинный прямой хвост, длинные лапы, уши, по форме напоминающие. Треугольники, которые свисают ниже уровня глаз. Вытянутая длинная морда. Стандарты породы. Характер и темперамент породы. Рассел Парсон или Рассел Терьер по своему характеру самостоятельное и уверенное животное. На сегодняшний день собаки выполняют все свои функции, для которых они собственно и были выведены. Это отличные охотники, бросающиеся бесстрашно за очередной жертвой. Благодаря длинным лапам животное очень быстрое и ловкое, и может соперничать даже с гончими собаками. Стоит знать, Парсон Терьер наилучше себя проявляет в нормальной охоте. Он упористый и не бросает дело незаконченным, если учуял зверька, то будет неутомимо добираться до него пока не достанет. Но несмотря на такую напористость, животное очень ласковое и любит, когда с ним играется. Он легко подается дрессировке и будет предан своему хозяину всю свою жизнь. Собака не оказывает агрессивного поведения по отношению к посторонним и всегда с большим удовольствием включается в любые игры со своим владельцем. Если собака проживает в квартире и мест для игр в ней не очень много, то собаководы рекомендуют выводить животное в ближайший парк и отрабатывать с ним поисковые команды. Это животное очень любит такие игры и будет с удовольствием приносить своему хозяину найденные вещи. Дрессировка и воспитание. Парсон Рассел Терьер – собака, которая быстро и легко схватывает новые команды хозяина, у нее хорошо развита память и интеллект, но, в то же время она отличается своим упрямством и норовливым характером. Поэтому добиться с первого раза выполнения той или иной команды не всегда получается. Важно! Перед тем, как начать заниматься изучением команд, с питомцем необходимо установить прочную связь, войти в доверие. Только после этого животное начнет подчиняться хозяину. Еще с раннего возраста первыми навыками щенка должно стать приучение к туалету, месту и поводку. Только после того, как базовые навыки будут заучены, можно приступать к изучению новых. Отдавать команды надо громко, уверенно. Очень важно следить за тем, чтобы животное их выполняло, в противном случае питомец начнет думать, что некоторые команды хозяина можно игнорировать и тогда добиться их выполнения будет очень сложно. Изучение всех базовых команд необходимо закончить до шести месяцев, а уже потом рекомендуется водить животное на общие курсы дрессировки. Если хозяин взял собаку в качестве охотничей, то ей необходимо специальная дрессировка и без помощи кинолога здесь не обойтись. Выгул. Парсон Рассел Терьер, неутомимая, энергичная собака, которая потребует постоянного активного выгула два раза в день. Во время прогулок можно разрабатывать новые команды или закреплять уже изученные. До года выгул щенка осуществляется на поводке. Можно занять собаку поиском каких-либо вещей, например, зарысь кусочек ткани, мягкую, игрушку или прочие предметы. Таким образом, собака не будет терять своих охотничьих навыков и весело проведет время. Важно, постоянное нахождение в четырех стенах влияет на психическое состояние собаки. Для животного важно много двигаться для поддержания эмоционального и физического здоровья. Питание и уход за животным. Парсон Терьер имеет короткую шерсть, которая не линяет и потребует минимум ухода. Достаточно раз в неделю ее вычесывать жесткой щеткой и один раз в четырех месяцев проводить дополнительный триминг. Решая, какое питание подобрать, для начала необходимо поинтересоваться у заводчика, чем животное питалось ранее сухим кормом или натуральной едой. Это важный момент, потому как резкая смена питания может привести ко многим проблемам. Оптимальный вариант – сухой корм, который выпускается в линейке как для щенков, так и для взрослых собак. Кормить животное необходимо строго по указанным дозировкам, не делая перекусов, потому как образование лишнего веса, смертельно опасно для породы. Что касается натурального питания, то оно должно быть следующим. Употребление каш и свежих овощей. Мясо нежирных сортов – два-три раза. В неделю добавлять потроха. Размножение и продолжительность жизни. В отличие от более крупных пород собак, Парсон Рассел Терьер способен к размножению гораздо раньше и первая течка может быть уже в возрасте шести месяцев. Но это не значит, что собаку уже можно случать. Заводчики не рекомендуют этого делать до двухлетнего возраста. Когда же настал момент вязки стоит знать некоторые правила. Перед вязкой не кормить животное. Случка должна проводиться только на территории кобеля. Лучше проводить случку в утренние часы. Важно, рекомендуется проводить первую вязку не позже двух лет, потому как, чем старше собака, тем сложнее у нее проходят первые роды. Поздняя первая беременность может негативно отразиться на здоровье собаки, что качается продолжительности жизни, то этот параметр зависит от условий проживания собаки и питания. Если все рекомендации соблюдаются, то продолжительность жизни составляет около 15 лет. Щенки Парсон Рассела Терьера, выбор щенка и его стоимость. Стоимость щенка полностью зависит от соблюдения стандартов породы. При выборе обязательно стоит обратить внимание на окрас и другие внешние параметры, которые соответствуют принятым нормам. Средняя стоимость щенка составляет от 10 000 до 20 000 рублей, цена актуальна в ноябре 2019 года. Внимание! Поскольку в России данная порода не пользуется особой популярностью, то найти щенка будет достаточно трудно. Преимущества и недостатки породы. Как и любая другая собака, Парсон Рассель Терьер имеет как свои плюсы, так и минусы. Как выбрать щенка? Перед тем как покупать Парсон Рассел Терьера стоит определиться, для каких целей приобретается животное. Если для охоты, тогда стоит покупать щенка у бридеров, которые обучают животное всем навыкам охоты, а если для шоу-выставок, тогда у заводчиков. Внимание! При рождении Парсон Рассел Терьер очень похож на Джек Рассела. Поэтому чтобы избежать мошенничества стоит подождать, пока щенку не исполнится 8 месяцев. При покупке щенка сразу же стоит обратить внимание на поведение малыша. Если он норовит ухватить за штанину, то больше подойдет для охоты и в качестве домашнего квартирного питомца вряд ли станет хорошим выбором. Для людей, не склонных к охоте и частым прогулкам, все-таки стоит выбирать более спокойных и неприметных щенков. Доминирующий цвет в чистой породе собаки белый, поэтому если животное слишком пятнистое, то это, скорее всего, племенной брак. Важно обратить внимание на движения щенка, они должны быть уверенными и слаженными. Если заметны какие-либо отклонения, например, дрожь по телу, значит щенок нездоровый. Перед покупкой собаки стоит заранее договориться с заводчиком о возврате щенка, в случае если при осмотре ветеринаром выявятся какие-либо проблемы со здоровьем. Таким образом, Парсон Рассел Терьер станет верным другом, с которым можно не только весело проводить время, но и отправиться на охоту. Собаки не потребуют специального ухода и способны приспособиться к любым условиям проживания. Поскольку собака охотничья, то характер ее дает о себе знать, но при правильном подходе в воспитании ее получится усмирить и добиться, послушания во всем.